Мотор В6 с углом развала блока цилиндров в 90 градусов. Две турбины, 440 лошадиных сил и 550 ньютон-метров, которые доступны уже с 1750 оборотов в минуту. С места до сотни 4,2 секунды. Таковы главные цифры, которые стоит узнать о Porsche Panamera 4S второго поколения. Ну, впрочем, с точки зрения всего, что относится к перемещению в пространстве, к Panamera особенных вопросов и не было. Вопросы, если и возникали, то только к внешности автомобиля, которое представляло собой неудачное сочетание старых лекал с конструктором LEGO. Обычно для поиска новых форм дизайнеры запираются в помещении, которое называется mood room, комната настроения. Это такое пространство, наполненное объектами, призванными стимулировать воображение творца. Но в случае с дизайнерами Porsche все было куда прозаичней. Их просто отправили на склад готовых 911-х. Стоит ли удивляться тому, что в некоторых ракурсах Panamera 2-го поколения это вылитая 911-а? Пятидверный хэтчбэк, который сами немцы называют даже седаном, позаимствовал у культового спорткупе формы бокового остекления, архитектуру передней части. Конечно, критики марки опять скажут, что вместо дизайнеров немцы наняли бригаду копировальщиков, а полет творческой мысли заменили набором старых лекал. Но нельзя не отдать дизайнерам должное. Ведь на самом деле новая Panamera производит такое же впечатление, как 911-я, не копируя при этом 911-ю. У знающего человека новый силуэт вызывает не недоумение, а восхищение. На сходство с культовым спорткупе работают и изменившиеся пропорции Panamera. Длина автомобиля увеличилась на 34 миллиметра, причем 30 из них – это колесная база. Ширина выросла на 6, а высота на 5 миллиметров. И последней цифре можно было бы и вовсе не придавать никакого значения, если бы ни одно обстоятельство. В области второго ряда крыша теперь находится на 20 миллиметров ниже. Причем, как уверяют создатели, сделать это удалось без ущерба для внутреннего пространства. Над головой здесь места и вправду едва ли не больше, чем в некоторых семейных хэтчбеках. А я, сидя за водителем моего роста, если на что-то и могу пожаловаться, так это на некоторую тесноту в области ступней. Зато создатели новой Panamera придумали немало вещей, чтобы развлечь тех, кому место за рулем не досталось. Например, между креслами есть мультимедийный экран, при помощи которого, разумеется, можно контролировать все, что происходит в центре развлечений, менять треки, запускать видео, например. Но куда веселее управление климат-контролем. Например, на вот этих дефлекторах нет ни флажков, ни рычажков, при помощи которых можно было бы изменять направление потоков воздуха, потому что делается это при помощи тачскрина. Процесс, надо сказать, завораживает. Это даже веселее, чем запускать дрона напротив окна симпатичной соседки. Ну, а для киноэстетиков есть другое развлечение в межкресельном боксе. Здесь, кстати, есть две зарядки для гаджетов, но куда веселее машинерия подстаканников, которые можно вынимать, открывать дополнительные упоры, потом закрывать обратно, потом снова, пока, наконец, окончательно не достанете водителя. Еще один любопытный факт. За вторым рядом 495 литров багажного объема. А при помощи трансформации салона можно увеличить это пространство до 1304 литров. В общем, те, кто делал новую паномеру, явно пытались сообщить нам, что сидящих сзади и багаж они любят не меньше, чем человека за рулем. Слушайте, да ладно вам, это же Порше. Вот он, центр вселенной паномеры, рабочее место водителя. Аналоговых приборов осталось ровно два. Секундомер под ветровым стеклом и тахометр. И это, пожалуй, правильно. Слева и справа от тахометра располагаются два 7-дюймовых дисплея, которые заменяют по два прибора каждый. И в сумме получаются классические для Порше пять циферблатов. Ну, впрочем, содержимое можно менять по своему усмотрению. Например, вывести вместо двух из них экран навигатора. Ну, а в центре интерьера царит дисплей с диагональю 12,3 дюйма. И, что особенно приятно, он чувствителен к прикосновениям. А значит, с его помощью можно управлять практически чем угодно. Мультимедийная система Порше Communication Management и раньше была весьма продуманной и интуитивно понятной. А теперь поумнела почти до уровня Скайнет. Например, с ее помощью можно не только настроить почти все параметры автомобиля, но и узнать, например, погоду в городе назначения, посмотреть на табло аэропорта. И все это со скоростью, не уступающей современным смартфонам. Создатели, похоже, настолько влюбились в собственное творение, что передали ему почти все функции. Например, изменение клиренса и принудительный подъем антикрыла теперь тоже нужно разыскивать в меню. Никаких осязаемых кнопок для этого не предусмотрено. Для тех, кто любит разнообразные контроллеры, здесь есть круглая штучка, которую можно нажимать и при помощи которой действительно можно чем-то управлять. Но на самом деле это всего лишь рудимент. Рудимент, который говорит нам о том, что эпоха отдельных кнопок окончательно уходит в прошлое. Исчезает из салонов дорогих автомобилей пластик, люфты, все то, что мешало насладиться потраченными деньгами. И здесь, в новой Панамере, вот это ощущение качественно сделанной вещи невероятно сильно. И дополняет его вот эта стеклянная консоль, на которой отображаются пиктограммы, на которые можно нажимать. Особенно приятны вот эти два сегмента, которые работают как тачпэды компьютеров Apple. Они нажимаются целиком, но ты понимаешь, что ты именно нажал и точно знаешь на что. В общем, интерьер Панамеры представляет собой диковинное сочетание мечтаний научных фантастов 20-летней давности и произведений современных скульпторов. И за изучением этого убранства можно провести не один час. А ведь это все еще и ездит. Игры в геометрию помогли не только дизайнерам. Благодаря увеличению колесной базы удалось сместить салон немного назад. Мотор теперь расположен строго над передней осью, а коробка передач заканчивается примерно на уровне моего колена, где-то вот здесь. Кстати, о силовом агрегате. Все три мотора, два бензиновых и один дизельный, являются абсолютно новыми. И все оснащены турбонаддувом. Что, согласитесь, несколько девальвирует модель турбо. Конкретно этот агрегат 2,9 литра с двумя турбинами интересен тем, что турбины расположены в развале блока цилиндров и вращаются в разные стороны, чтобы уменьшить вибрации. Крутящий момент от двигателя передается через новую коробку ПДК. Восьмиступенчатую и четырехвальную. В принципе, можно сказать, что это объединенные в один корпус две двухвальных коробки. И в тех модификациях, которые доступны на российском рынке, привод строго полный. И вот эта полноприводность нивелирует главную новость, связанную с паномерой второго поколения. А именно то, что этот автомобиль построен на новой платформе под названием MSB. Если расшифровать это название и перевести с немецкого на человеческий, получится модульная платформа для автомобилей классической или стандартной компоновки. То есть с двигателем спереди и приводом на заднюю ось. И это удивительно, потому что Porsche такие автомобили не производят давно, а сам концерн Volkswagen очень давно. Видимо, нас здесь ждут какие-то любопытные новости в ближайшие годы. И передний двойной вишболун, и задняя многорычажка работают в содружестве с трехкамерными пневмоэлементами, которые наделяют весьма увесистый автомобиль очень достойной плавностью хода. И тут самое время задать вопрос, а насколько новая паномера легче своей предшественницы? Ответ знаете какой? Ненасколько. Паномера 4S что первого, что второго поколения имеет снаряженную массу 1870 килограммов. Что довольно много. Чтобы понять, что и с такой массой можно ехать и ехать быстро, достаточно повернуть вращающийся селектор режимов. Такой же, который изначально появился на модели 918, а потом оттуда перекочевал на Carrero. Каждая четверть оборота, каждый щелчок, который обозначает переход из режима Normal в режим Sport и оттуда в Sport+, уменьшает количество активных камер в пневмостойках, делает демпфирование более жестким. Все 440 лошадей, спрятанных под капотом, постепенно обретают красные глаза и начинают выпускать из ноздрей раскаленный пар. А скорость переключения передач в и без того быстрой коробке стремится к нулю. В принципе, привести мотор в разъяренное состояние можно и более простым способом, нажав кнопку Sport Response. Тогда все системы автомобиля мобилизуются на 20 секунд, чтобы можно было, например, кого-нибудь обогнать или просто удивить. Вот только в таком режиме повышенной злобности и понимая, что V6 новой Панамеры очень похож на оппозитник обновленной Carrera. И в цифрах моторы очень сходны, и даже максимальный крутящий момент достигается примерно на одной отметке. Разница в 50 оборотов, согласитесь, не в счет. Получается, что не только дизайнеров заставили вдохновляться лучшим продуктом марки. Инженерам посоветовали что-то подобное. Значит ли это, что Панамера и едет не хуже 911? Нет. Разница в весе в 3 центнера, конечно же, дает о себе знать. За рулем этого автомобиля не покидает ощущение локомотивности, увесистости, если хотите. И даже зажатая подвеска и почти отсутствующие крены ситуацию исправить не могут. Вот разве что рельсы для этого локомотива ты прокладываешь самостоятельно. И повороты это как раз то самое место, когда ощущения от этого довольно тяжелого автомобиля расслаиваются. С одной стороны у этой машины весьма приличная плавность хода, с другой есть инерция, и это чувствуется. Ну а с третьей она умудряется поворачивать иногда против каких бы то ни было законов физики. Увидел поворот, повернул руль, поехал туда, куда собрался. Поразительно. Но все же рисовать на Панамере траектории на серпантине или гоночном треке это не столько удовольствие, сколько тяжелая работа. Нет, Панамера придумана для принципиально другой езды. Да, тоже быстрый, но не суетливый, более размеренный, если хотите. В принципе, это и есть воплощение идеи гран-туризма. И в этом как раз и состоит принципиальная разница между двумя автомобилями с разным количеством дверей и почти одинаковым ценником. Если 911 создана для того, чтобы максимально сконцентрировать водителя на управлении, то Панамера для того, чтобы максимально его расслабить, максимально отстранить его от сиюминутности, от моментальных реакций и позволить просто насладиться окружающим миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова